Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за прошедшие выходные. Сотрудники окружной ГИБДД выявили более 3300 нарушений правил дорожного движения за праздничные дни. В частности, инспекторам попались 22 нетрезвых водителя и 67 лишенных прав. 50 автомобилистов нарушили правила обгона, более 200 проехали на красный сигнал светофора. Среди пешеходов выявлено 103 нарушителя. Трагедией закончилась алкогольная вечеринка в честь празднования Нового года в одной из квартир Ноябрьска. По данным следствия, 2 января между двумя мужчинами произошел конфликт. Гость ударил хозяина ножом. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства по делу. Обвиняемого задержали и взяли под стражу. Следователи Надыма возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. В ночь с 7 на 8 января северянин, распивая алкогольные напитки в квартире своего 49-летнего приятеля, повздорил с ним и схватился за нож. Четыре удара оказались смертельными. О происшествии полиция сообщила супруга погибшего. Злоумышленник даже не пытался покинуть место преступления. На дебоширу светят до 15 лет колонии строгого режима по статье убийства. На Ямале судят бригадира за гибель вахтовика на производстве. 12 апреля прошлого года во время профилактических работ при монтаже стрелы погиб машинист крана трубоукладчика. В ходе проверки выяснилось, что движущиеся детали лебедки не были защищены кожухом, из-за чего вахтовик зацепился курткой за трос и получил смертельные травмы. Причиной трагедии, по версии следствия, стало игнорирование опасности бригадирам. Ему грозит до пяти лет колонии. За праздники на территории округа произошло 29 пожаров, на которых не допущено гибели людей. Спасено 17 человек, 6 получили травмы. Наибольшее количество пожаров пришлось на жилой сектор автомобиля и гаражи. Одно из ЧП случилось в Лабетнанге 7 января. Горела квартира в доме возле храма. Пожар заметили специалисты МЧС, которые дежурили во время рождественской литургии и вызвали коллег. Спасатели вывели из огня 9 человек, в числе которых было двое детей. Еще 15 жителей эвакуировались самостоятельно. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова